Открытый диалог с Александром Непомнящим Ну вот и пришло время встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Давайте начнем с конференции в Бахрейне. Да, у нас совершилась конференция в Бахрейне, которую, в общем, анонсировали как начало той самой знаменитой сделки века, о которой кто только не говорил, мы с ней тоже говорили. И, в общем, пока что сказать, что эта конференция завершилась чем-то грандиозным, я бы не сказал. Сказать, что она вообще ничем не завершилась, тоже нельзя. В общем, мы видим, что результатом того, что происходило в Бахрейне, стало сближение Израиля и стран Залива. То есть были приглашены официально израильские журналисты в Бахрейне. Они гуляли там, они даже нашли синагогу, которая там существует. Ее построили где-то около ста лет когда-то для общины местной еврейской, которые, это были евреи из Ирака, наверное, приехавшие туда. И никто толком, конечно, из местных жителей, как рассказывают журналисты, даже не знал, что это синагога. Но вот сейчас ее для целей показательных, образцово-показательных открыли. Евреи там молились. И официальные представители Объединенных Арабских Эмиратов давали интервью израильским журналистам. То есть налицо есть некоторое сближение, которое является, конечно, только частью общей тенденции. В принципе, конечно же, хотя эта встреча официально подавалась как первая часть некого проекта по решению проблемы палестинских арабов, на самом деле палестинских арабов на этой встрече мало кого, мало кто, как бы вопрос о палестинских арабах мало кого там интересовало. И арабов там тоже, в общем, интересует гораздо большей степени экономика и военно-техническое сотрудничество с Израилем, нежели беды реальные или выдуманного народа. Когда-то весь этот палестинский народ придумали, собственно, для того, чтобы использовать его как инструмент борьбы с Израилем. Сегодня им не до борьбы с Израилем, и, соответственно, этот инструмент им тоже, в общем, не нужен. Что очень интересно и что стоит отметить, в общем-то, эта конференция в Бахлине, это была подача совершенно новой парадигмы, как это принято говорить, для разруливания ситуации в отношении Израиля и арабов. То, что предлагает нынешний американец. Сергей? Восстановилась связь, было на секунду прервалась связь. Окей. Во-первых, как я уже сказал, подход такой. Начинаем с экономики. Не с политики и не с дипломатии. Во-вторых, никаких денег в протянутую руку, как было раньше, то есть арабы их нынчут и ноют, что, мол, денег нету, дайте денег, им дают деньги во много раз больше, чем в свое время выдали в Европе по плану Маршала. Все эти деньги распределяются по карманам активистов, высокомоставленных чиновников ООП и на деле никуда дальше не проходят. Сейчас нет. Есть, во-первых, конкретные программы, во-вторых, речь идет об инвестициях в конкретные проекты. То есть вообще не через автономию, не через лидеров автономии, а в частный сектор. Для инвестиций в частный бизнес вообще не нужна автономия. Поэтому, когда Аббас сказал, мы вообще не приедем на Бахринскую конференцию и все сорвем, ему сказали, ну ладно, но не приезжай, тебе же хуже, кому нужно, тебе или нам. Не нужно тебе, так не приезжай, ты все равно сделать ничего не можешь, потому что мы деньги не тебе собираемся давать, вообще не давать, а инвестировать. Речь пойдет о бизнесменах, которые будут что-то там делать, как бы наводить, создавать некоторое экономическое благополучие в Алгей-Самале, что само по себе тоже очень спорно, возможно ли там что-то сделать. Но, тем не менее, палестинская автономия, Аббас и компания, тем более Хамас, вообще потеряли право ветра. Если раньше они могли говорить, а вот мы не захотим и ничего не будет, то теперь им говорят, ну хорошо, не хотите, сидите в сторонке, мы вас, вы нам и не нужны. И поэтому на этой конференции, собственно, не было политиков, нет автономии, и израильских политиков там тоже не было, но были бизнесмены, это была встреча бизнесменов, в этом смысле это совершенно иной подход к разруливанию ситуации между Израилем и арабами, подход, который предлагает Трамп, и мы понимаем, Трамп не только потому, что Трамп здравомыслящий человек и не отягощен всем бредом по поводу страданий палестинского народа, несуществующего, а просто потому, что он еще и бизнесмен, и он вообще не понимает, зачем это слово «глудие» вокруг да около, когда есть конкретные проблемы, связанные с нищетой населения, давайте их решать через инвестиции, через создание рабочих мест, как он это делает в США. В принципе, мы об этом говорили и раньше, что это все очень напоминает такую кашу из топора, то есть в данном случае, когда-то, как я уже сказал, арабские государства придумали палестинский народ, ну вместе с КГБ, для того, чтобы пытаться уничтожить Израиль. Сегодня им этот палестинский народ не нужен, и его проблемы его совершенно не интересуют. И поэтому им нужно сближение с Израилем, потому что есть реальная угроза Ирана. И они как бы не могут сказать своему обществу, которое в течение 70 лет настраивали против евреев, вот просто все, поменяйте дискету, все теперь по-новому нужно воспринимать. Они вынуждены играть в некую игру, вот так же, как в той знаменитой сказке, где варили кашу из топора, топор потом вообще выбросили, потому что он был не нужен. То есть точно так же в этом сближении между арабскими странами и Израилем не нужен топор в виде условного этого, так называемого, выдуманного палестинского народа. Арабам нужно сейчас действительно, кроме сотрудничества с Израилем, из Израиля они боятся Ирана, и они очень хотели бы, чтобы кто-то помог им, или, так сказать, вообще сделал за них эту тяжелую работу, остановить экспансию Ирана. И они понимают, что, в общем, единственный, ну, Израиль пишется за них или нет, непонятно, Израилю совершенно это не нужно, они тоже хорошо понимают, что Израиль не станет воевать за них с Ираном. Вот, все надежды арабов сегодня на США, но это раньше они могли сказать Америке, помогай нам, или нефти не будет. И вот так мы помним, Бурш-старший начал войну, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейк, потому что это был интерес Америки освободить нефть, которую Саддам хотел подмять под себя. А сегодня, когда Трамп сам производит, когда Америка производит нефти больше, чем любая другая страна мира, и когда она идет к тому, чтобы начать экспортировать нефть больше, чем любая другая страна мира, то ей арабские страны нефтяностные вообще не нужны. Более того, они даже в каком-то смысле, их не будет, и хорошо. Хорошо. Что сегодня спасает арабов? Они сказали Трампу, ну вот что нам сделать, чтобы ты нас как-то немножко прикрывал, раз тебе нефть не нужна. Он сказал, купите у меня оружие. Они покупают оружие, мы знаем, они купили на 300-400 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. Это безумная астрономическая цифра. Это оружие американское, высокоточное. Арабы им даже и пользоваться толком не умеют. Они его покупают, потому что, ну и как бы проекты эти подписаны, потому что Трампу нужны рабочие места, Трампу нужны деньги для улучшения инфраструктуры США, и это по сути дела, но если переводить вообще на простой язык, по сути дела это крышевание. То есть Трамп говорит, Америке нужны деньги. Если вы готовы платить, то мы подумаем о том, защищать вас или нет. И арабы прекрасно понимают, что Трамп не тот человек, который будет защищать арабские страны, когда эти проекты закончатся, и когда, так сказать, они эти деньги отдадут. Поэтому им нужно будет там что-то еще придумывать. И вот сейчас, как бы, они пытаются, чтобы угодить Америке, вроде как с Израилем дружить, хотя, конечно, так по большому счету, как в Израиле говорят, море то же самое, море и арабы те же самые арабы. Ничего они, конечно, по-другому не стали думать. Если бы у них была бы возможность, и другая была бы ситуация, они с удовольствием бы избавились от Израиля. Просто ситуация такая, что им нужно думать о своем собственном выживании, а не о том, как напакостить Израилем. Ну, а нам во всей этой истории точно уж не нужно воевать за арабов с Ираном. У нас есть свои проблемы с Ираном, но вписываться в суннито-швидскую войну нам совершенно никакого интереса нет. И, конечно, наш интерес во всей этой истории, это, конечно, распространение, максимальное распространение суверенитета в Иудее и Самарею. Потому что, и если сейчас, как бы, понятно было бы, что если бы сейчас Израиль пошел бы на аннексию, на суверенитет в Иудее и Самаре, это был бы как бы подрыв усилий Трампа. То есть Трамп обещает, что будет какой-то процесс, а тут Израиль идет на односторонние шаги. Поэтому, возможно, существует некоторая договоренность между Трампом и Натаниалом. Типа, дайте мне попробовать показать, что, может быть, даже в каком-то смысле позиция Трампа такая. Мы сейчас покажем в меняемой части мира, что мы изо всех сил хотели прийти к какому-то мирному соглашению с арабами, но их несговорчивость и упрямство, в общем, не оставило нам выбора. Поэтому они отказались, и Израиль, так сказать, сделает то, что он может сделать в одностороннем порядке. Вот, может быть, такая, может быть, она не до конца согласована и проговорена, но к этому идет. Поэтому наша задача сейчас показать, подождать, пока станет очевидно, что с арабами никакой каши не сварить, что вот это экономическое, там что-то будет свариться, но никакой политической, демократической ситуации не разрешить. И сделать односторонние шаги, то есть распространить суверенитет на Евдею и Самарию, по крайней мере, на части. И это очень важно, потому что то, что происходит там сейчас, мы об этом почти не говорили в наших передачах, а на самом деле очень серьезная ситуация. И ОПЭ, то есть вот Ромальская администрация, на деньги Евросоюза создает тысячи незаконных построек на территории в зоне Си, так называемой. Зона Си — это та, которая под израильским контролем. Там есть еще зона А и Б, они как бы отданы автономии, и там Израиль уже не существует фактически. Но зона Си — там, где еврейские поселения, там, где находятся, в общем-то, большие районы. Их арабы застраивают, причем застраивают по-умному, то есть так, как мы строили свои поселения, чтобы захватить как можно больше земли. И то, что следует как бы поставить в вину нашему правительству, в то время как, допустим, мы говорили об этом, еврейские поселочки там крошечные какие-то разрушались, потому что, мол, это незаконное строительство, арабское строительство незаконное, которое исчисляется тысячами, десятками тысяч единиц жилья, оно не разрушается. И, в общем, это очень серьезная проблема. Понятно, что когда мы провозгласим там свой суверенитет, то это все будет уже, в общем, не так важно. Хорошо, это ваш дом, а земля, государственность все равно наша. Но поскольку сейчас идет за эти места борьба, то очень важно, чтобы, в общем-то, как бы Израиль закрепила их за собой. И если мы будем сидеть и считать ворон, то потом мы можем недосчитаться значительных кусков иудей самолюбов. Вот эта вещь очень серьезная, к сожалению, нынешнее правительство в суматохе, в этих перевыборах, в каких-то текущих проблемах, совершенно этому, по крайней мере, не видно, чтобы оно уделяло это. И тут я хочу заметить еще, помимо, вот в тот же день буквально, когда разворачивалась Бахрейнская конференция, в Иерусалиме, тоже состоялась конференция. Это была конференция о Сирии, которую мы говорили о том, что она должна состояться, вот она состоялась, конференция, в которой принимали участие три советника по вопросу национальной безопасности. Израильский мэр Беншаббат, Николай Патрушев из России и Болтон из США, Джон Болтон из США. Судя по всему, овел эту встречу вообще Нетаньял, лично, сам. И проходило это все в Иерусалиме, причем не просто в Иерусалиме, а в том, что называется Восточным Иерусалимом, то есть в той части, которую Трамп, как по сути дела, признал за Израилем, и которую Москва как бы не признает де-факто, или доофициально. А по сути она признала, потому что официальный представитель России, Николай Патрушев участвовал в этой конференции, ее вел Натаньял, то есть более официального израильского представителя трудно себе представить, и все это проходило в гостинице «Ориент», в этом самом так называемом Восточном Иерусалиме. И это как бы само по себе, судя по всему, это была такая подготовительная встреча, подготовительная работа перед встречей Трампа и Путина в Осаке, которая сегодня состоялась. И с точки зрения Израиля, как мы уже говорили, это была совершенно беспрецедентная ситуация, потому что Америка и Россия говорят, говорят, у них много разных каналов переговоров, много разных встреч, но чтобы это все происходило в Иерусалиме, и чтобы фактически израильтяне были не просто принимающая сторона, а активный участник этих переговоров. И, по сути дела, повестка дня была в первую очередь как бы важная для Израиля. То есть речь шла о том, как из Сирии выгнать иранцев. Вот. И понятно, что этот вопрос, который больше всего заботит из всех трех сторон, заботит израильтян, потому что американцы все-таки, Иран, Сирий, как бы это дело не первого приоритета. У России тоже. И Америка, и Россия, кстати, не очень одобряют присутствие иранцев в Сирии, но это не первый их приоритет. Это первый приоритет для израильтян. И то, что израильтяне как бы создали, провели эту конференцию, на мой взгляд, она была намного важнее, чем Бахрейская конференция. И намного показательнее. То есть она показала реальный статус Израиля сегодня в регионе гораздо больше в степени, чем Бахрейская конференция. И при этом, что интересно, чуть позже проходила в Иерусалиме еще одна конференция, третья уже, так сказать. Эта конференция имела, может быть, не такой международный статус. И она была организована изданием израильским, газетой «Израиль» и «Израиль сегодня», которая, по сути дела, является частным проектом Шелдана Эдельсона, знаменитого американского еврейского бизнесмена, который, в общем, вкладывает очень много и в республиканскую партию в США, он горячий сторонник Трампа, и, в общем-то, в правых в Израиль, в том числе в Ликуд, но не только в Ликуд. И вот эта газета, которая была создана более десятилетия назад, она, в общем-то, была создана Шелданом Эдельсоном, она стала одним из тех факторов, которые, наверное, повлияли на изменение сознания общественного в Израиле. И вот эта газета сейчас, она уже доросла до таких масштабов, она, в общем-то, ведущая газета в Израиле сегодня, ежедневная, и она проводит конференции, это очень почетная конференция, посвящена многолетним отношениям США и Израиля, и гостями на этой конференции были, например, такие люди, как Ники Хейли, на минуточку, то есть это был первый эшелон, по сути дела, израильских, американских политических деятелей. Ну, хорошо, Ники Хейли сегодня уже вроде как отошла от дел на время, будем надеяться, но, тем не менее, этот человек очень влиятельный, очень известный, и вот она приехала, она была участницей этой конференции, и Натаньял там был, разумеется. И, конечно же, было сказано, что Израиль является лучшим союзником США, потому что он никогда не просит, чтобы США воевали за него. Более того, он сегодня является ключевым фактором стабильности на Ближнем Востоке. Раньше нам говорили, что Израиль это тот, кто создает проблемы на Ближнем Востоке. И вдруг оказалось, что Израиль это тот, кто обеспечивает безопасность на Ближнем Востоке и стабильность. И, конечно же, речь шла об Иране. Были сказаны очень важные вещи, они были сказаны Натаньялу. Натаньял, по сути дела, озвучил еще раз понимание того, что происходит сейчас, как бы той политики, которая проводит Трамп в отношении Ирана. И политика эта очень простая. По сути дела, сегодня 80%, может быть, даже 90% экономики Ирана схвачено, зажато санкциями. И иранское государство, государство ЕТО, оно трещит по всем шлямам. И иранцы, так сказать, они не знают уже, что придумать себе. Но у них есть мощные союзники. Эти союзники, это демократы. Может быть, не вся демократическая партия, но, по крайней мере, такие люди, как Джон Керри, до сих пор являются их очень близкими, я бы даже сказал, наставниками. И Натаньял, может быть, не говорил это такими открытым текстом, но, в общем, он это объяснял очень ясно и очень четко. По сути дела, Керри и его люди объясняют иранцам, вы сейчас что? Вы спровоцируете Трампа на войнушку какую-нибудь. И уж тогда мы этому Трампу устроим изнутри. Или подождите, вот мы скоро, так сказать, постараемся его убрать, и мы все вам вернем. Мы об этом уже, я не знаю, мы можем будет говорить сегодня немножко больше. все кандидаты в президенты демократической партии, все до единого. Вот были эти дебаты недавно, да, они все сказали, что они готовы вернуть иранцам это соглашение, то самое соглашение, которое, по сути дела, позволяло Ирану получать огромные деньги, получать огромные блага и льготы и продолжать свою ядерную программу. То есть, демократы готовы сдать все позиции, которые сейчас Трамп подвоевал. Трамп тоже человек неглупый и все прекрасно понимает. Он понимает, что сейчас затеять войнушку с Ираном это подставиться под удары демократов прямо накануне выбора. Поэтому он продолжает сжимать кольцо санкций, которое позволяет США как бы не воевать и показывать себя со стороны более моральной, что ли. То есть, никаких массовых бомбежек, никаких убийств, никаких детей мертвых, которые иранцы бы с удовольствием разложили бы и сказали, вот они какие американцы, бомбардировщики, убивают нас, детей маленьких. Вот всего этого нет. А есть крушение иранской экономики. И мы говорили об этом много раз, повторим еще раз. Задача в общем-то привести к тому, чтобы рухнул режим. Потому что войны с Ираном она не нужна ни Америке, ни иранскому народу. Она будет только работать против вот этого желания разумных сил мира убрать режим в Иране. И будем надеяться, что в общем не удастся у демократов, у Джона Керри, у компаний добиться того, чего они хотят. Не сумеют они сдвинуть Трампа, не сумеют они убедить, скажем, не то, что убедить, а как бы иранский режим не продержится так долго под гнетом этих санкций. И действительно все-таки придет освобождение иранскому народу и всему Ближнему Востоку станет намного легче и спокойнее от Ирана. Ну, давайте, наверное, мы прервемся, послушаем рекламное объявление, а потом перейдем к следующей теме нашего разговора. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Простите, телефон в студии 847-400-5200 на тот случай, если у вас будут вопросы к Александру. Ну, а пока вы набираете номер телефона, если вопросы остались. Давайте примем звонок и уже потом перейдем к следующей теме. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос как бы не насчет конкретно Израиля, а более общий, потому что наши две страны действительно связаны очень тесно. И вообще, если брать в общем и целом, то судьба Израиля и судьба западной цивилизации, включая и нашей страны, это та же самая судьба. Что-нибудь случится с Израилем, то же самое случится со всеми странами. Короче говоря, вот что хотел я конкретно спросить. Вот встреча с Путина, с Трампом, вернее, Трампа с Путиным, на мой взгляд, это совершенно правильное решение нашего гениального президента, потому что с представителем крупной державы, которая к тому же является серьезным игроком на Ближнем Востоке, это необходимость, потому что надо решать проблемы, такие как, например, Иран в Сирии. Без России это решить практически невозможно. И все остальные проблемы. Поэтому я бы хотела узнать ваше мнение на этот счет. Спасибо. Ну, я здесь с вами совершенно согласен. Я тоже считаю, что Трампу было бы неправильно и неразумно скажем, просто бойкотировать Путина. Тем самым, с одной стороны, может быть, показывать Путину его место и несоответствие. То есть, это ошибка думать, что сегодняшняя Россия, это как бы как прежний Советский Союз, который распространил свое влияние еще на десятки других стран и обладал гораздо большими возможностями по сравнению с сегодняшней Россией. Но унижать Путина, это, по сути дела, в общем-то, унижать и весь российский народ, который Трампу совершенно не нужно, потому что действительно точно так же, как с Ираном. У мира есть проблемы с иранским режимом, не с иранским народом. У России сегодня есть достаточно проблематичное руководство, но это не значит, что нужно как бы тыкая носом вот это самое руководство, как котенка, туда-куда он, то, что он там надел на ковре, по сути дела консолидировать вокруг этого руководства весь остальной российский народ. Поэтому Трамп, он бизнесмен, чисто конкретно, он встречается, и на этих встречах он говорит то, что он думает, не уходит от сложных тем и объясняет то, как все должно быть и как все будет. А дальше уже российское руководство должно решать согласиться или не согласиться. Поэтому я считаю, что совершенно правильно, что Трамп встретился с Путиным, и я думаю, что действительно, да, нужно стараться убеждать его разными способами, делать так, чтобы во всем мире было бы немножко легче и спокойнее дышать. Спасибо. И следующий вопрос, пожалуйста, в эфире приглушите радиоприемник. Александр, добрый день. Я хотела у вас спросить, вам знакомо такое имя, как Эли Эвидаршку? Эли? Я слышу, как фамилия? Авидаршку. А Эли Авидар? Да. А в каком контексте? В каком контексте? Я прочла его интервью в газете «Вести» у вас на русском языке, большое интервью, где он член НДИ, и он описывает Авидара Либермана несколько с других позиций, чем вы его характеризуете. Просто мне хотелось узнать ваше мнение об этой статье. Читали ли вы ее? Нет, я не читал эту статью. Дело в том, что газета «Вести» раньше действительно была ведущая газета на русском языке в Израиле. В последние годы она очень как бы сдала позиции и, в общем-то, была скорее таким вот листком, который читали пенсионеры пожилые, которые так и не научились воспринимать новости на иврите. А сейчас газета «Вести» стала просто пропагандистским рупором партии НДИ, и поэтому вот я смотрю, да, Эли Авидар, он стал сейчас, вошел в список партии НДИ. Понятно, что будучи членом партии, принадлежащей Либерману, он будет, наверное, не станет критиковать Либермана, поскольку партия там авторитарная, я бы даже сказал, диктатурная, и человек, который будет выступать с критикой Либермана, не задержится там несколько, даже несколько минут. Поэтому я не читал эту статью, и, конечно, не буду комментировать то, что я не читал, но могу предположить, что человек, который стал членом партии, будет, если не перед дифферамбой, то выглядеть очень аккуратно и очень восторженно о лидере партии, устроенная, в общем-то, по принципу советских структур, с единым боссом, которому все отдают только честь и говорят «Ес», и других мнений не имеют. Следующий вопрос. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Александр, добрый день, Сергей. С удовольствием жду про Фрайд, чтобы с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, учитывая действительно беспрецедентные отношения между нашей страной и вашей страной, как вы лично считаете, ваше правительство делает практически ну сто процентов то, что Америка, я не скажу, она позволяет вам делать, вы сразу бы делали, что вы хотели, но в принципе то, что они предлагали, то, что они это вот, потому что слушая демократов, вы знаете, тех, которые собираются в президенты, там совершенно постоянная критика по отношению к Израилю, некоторые говорят, что если они станут президентом, то моментально будет снята помощь, потому что это, так сказать, страна оккупантов и так далее, и так далее. То просто на всякий случай, как вы считаете, используется это все на 100% или нет. А второе, вы знаете, я буквально сегодня прочитал очень интересное сообщение, что в городе Нью-Йорке существует где-то 560 израильских компаний, и они в прошлом году, 18-го, они принесли Нью-Йорку почти 34 миллиарда долларов. Вы знаете, учитывая все-таки размер вашей страны и все остальное, эти цифры не то, что впечатляют, а просто изумляют, впечатляют, как вы хотите, просто приятно слышать вот такие новости. Конечно, лучше это было бы не в Нью-Йорке, а в Техасе, но это уже другой вопрос, так что вот так. Я с вас удовольствием послушаю по радио, спасибо вам большое. По поводу того, насколько израильская политика зависит от американской, мы на самом деле ведь видели в последнее десятилетие видели два варианта. То есть, когда главой администрации США был Барак Обама, Барак Обама продавливал очень жесткую антиизраильскую политику. И мы видели, что в общем-то у него были планы не только в отношении Израиля, он собственно точно так же, как он обрушил Ирак, как он обрушил арабские страны Северной Африки, суннитские страны, он собирался разрушить и Израиль тоже. Но в то время, как допустим, Египет не сумел удержаться, и в общем его столкнули в войну, гражданскую войну светского населения и братьев-мусульман, Израиль все-таки сумел, благодаря Натаньялу, на мой взгляд, уйти от давления, то есть вот он уходил как бы не гауссами такими, не в прямом, не в лобовом столкновении, а уворачивался. И все равно не выполнял то, что требовал от Израиля Баракубана. Сегодняшняя ситуация совершенно иная, и я думаю, что дело даже не в том, что там Америка говорит и Израиль выполняет, а есть очень высокий уровень корреляций в понимании того, какие стоят перед нами проблемы и как их решать между израильским и американским руководством. Более того, я думаю, что та команда, которая в Америке занимается Ближним Востоком, она находится под большим влиянием Натаньялу, просто потому, что Натаньял действительно политик международного уровня, и они понимают, что это не просто какой-то местечковый болтун, а это человек, который понимает, что он говорит. Поэтому понятно, что Трамп знает, что делает, скажем, в отношении экономики американской. Но когда речь заходит о Ближнем Востоке, я думаю, что есть очень высокий уровень общения, корреляции, обмена информацией с Натаньял и его командой, и поэтому даже, так сказать, не то, что Америка говорит и Израиль делает, а скорее есть некое общее понимание, и в этом направлении обе страны стараются продвигаться. И что будет дальше, действительно большой вопрос. Потому что, когда ты слушаешь демократических кандидатов, то просто мрак и страх, и ужас. Но я бы сказал, что я бы больше опасался бы за Америку, нежели за Израиль. Потому что придут, так сказать, если, не дай бог, случится ситуация, и во главе Америки окажется демократический лидер, типа, кто-то из тех, кого мы сегодня видим в этих самых дебатах, как кандидат. Вот какой-нибудь Берни Сандерс или какой-нибудь, так сказать, еще более безумный прогрессист, социалист. То, да, очень может быть, что многие вещи, к которым мы привыкли, скажем, то же самое, финансирование военного сотрудничества, когда Америка дает деньги, Израиль разрабатывает технологии военные, которые потом используются обеими странами. Это все может прекратиться. Сумеет ли такая вот Америка заставить Израиль действовать против собственных интересов, я не уверен, потому что вот мы видели, что Обама не сумел, например, и думать, что у Берни Сандерса или у какого-нибудь другого персонажа будет больше возможностей надавить на Израиль, чем у Берни Сандерса, скорее нет, потому что, опять же, приход такого Берни Сандерса во главу Америки, скорее всего, будет означать очень сокрушительное и катастрофическое разрушение американской экономики, и долго, видимо, такой персонаж во главе в президентах не протянет, а значит, очень быстро у него уже не будет времени заниматься Израилем, ему придется что-то, так сказать, как-то решать проблемы внутри страны, но, безусловно, ситуация достаточно жуткая, и вот я недавно читал, например, рассуждение Мадеха Акидара, израильского востоковеда, который в протяжении последних 11 лет проводит много времени в США, он ездит, приезжает в США и читает лекции по всей стране, по всему Соединенным Штатам, его приглашают разные еврейские организации, причем самые разные, как бы, как прогрессивные и реформистские, так и, в общем, вполне консервативные, там, и харидин, и религиозные, и светские, и он общается с большим количеством американцев, в том числе с американскими евреями, и он, например, считает, что вот тот уровень ненависти к евреям, который сегодня складывается в Америке, его уже обратно, этого джина антисемитского, его уже обратно не загнать, и, допустим, приход демократов в власти просто станет катализатором для процессов, которые, может быть, трудно сейчас себе представить, но в итоге он, например, прогнозирует, что многие американские евреи всерьез задумываются о том, чтобы покинуть США, причем, это может случиться гораздо раньше, чем мы могли бы себе представить. Мы будем надеяться, что все-таки все там не будет не так, и что позиции Трампа сильны, а после Трампа вот есть, например, такие замечательные кандидаты, как Ники Хейли, например, и таким образом еще долго мы будем видеть нормальных, разумных лидеров во главе США, а демократы либо что-то изменят внутри себя, либо перестанут быть актуальны в качестве оппонентов, республиканцев. Посмотрим. Спасибо. 847-400-5200 Телефон в нашей студии. Кто-то очень долго стоял на линии, но, похоже, так и не дождался. Может быть, поговорим немного или насколько это удастся. А, нет, примем звонок. Давайте. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Уважаемый мой Александр, вот вы сейчас сказали, что Джина назад не загнать бутылку. Я подумала, во-первых, о Германии, где во время войны был страшнейший антисемитизм. Это было, ну, такого нигде не было до этого, наверное, нигде и никогда. И второе, вторая сторона, это Украина, где тоже насаждался антисемитизм из Москвы. И когда развалился Советский Союз, он постепенно, постепенно сошел на нет, даже никто особых усилий, мне кажется, так не прилагал, просто он как бы сам по себе. Ну, я не знаю, я уехал, не могу сказать, но мне так кажется, что сам по себе. Почему вы думаете, что в Америке не может произойти такое же? Ну, снова, я в данном случае цитирую статью Макдыхая Кейдара. Это его ощущение, потому что я все-таки не настолько хорошо понимаю внутреннюю ситуацию в Америке, чтобы делать какие-то прогнозы. Но он говорит о том, что уровень антисемитизма сегодня в Америке резко изменился, резко возрос, поскольку, с одной стороны, как бы никуда не делся правый, так сказать, антисемитизм справа, и часто, в общем, евреи, которые, допустим, играют активную роль в демократических и радикально левых структурах, они, в общем, привлекают на свою голову и на голову всей страной еврейской общины неприятие правых и, так сказать, радикально правых американских. А с другой стороны, есть левая, левая антисемитизм, которая состоит, во-первых, из исламского антисемитизма, его привозят с собой, приносят с собой мусульмане, и поскольку количество мусульман в Америке нарастает сейчас, вот три, сразу трое было избрано в Конгресс, да, если я не ошибаюсь, последний раз, и это говорит само за себя. А с другой стороны, левый антисемитизм, который тоже всегда был, никуда он не делся, и для левых, вообще, так сказать, евреи как красная тряпка, то есть вот это, с одной стороны, как бы мы знаем, что евреи играли всегда достаточно активную роль в левых движениях, а с другой стороны, когда мы говорим о еврейском национальном движении, так сказать, вообще, так сказать, о еврействе, то оно было неприемлемо с точки зрения левых, как бы, движений самого разного толка, и сегодняшние американские левые, тем более прогрессисты, всевозможные, они ненавидят как бы Израиль именно потому, что Израиль это все то, что они нет, это национальное государство, это консервативное государство, и таким образом, конечно же, ненависть к Израилю у них сильна, и она потихонечку интерпретируется и против евреев, потому что евреи это как бы вот часть той самой привилегированной белой, белого населения, с которым нужно бороться, потому что весь мир насилием и разрушим до основания, азотеха. Поэтому я не знаю, но у меня тоже складывается ощущение, что, конечно, ситуация с антисемитизмом в Америке сейчас ухудшается, и как это будет, как можно будет это все вылечить, я пока не представляю. Давайте принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, опять. Вы знаете, я вот хочу Варваре сказать, всемирный еврейский конгресс очень обеспокоен тем, что страшно растет антисемитизм по всему миру, и в Америке, и в Европе, и в Азии, даже в Японии, потому что идет ислам, я думаю, и сидят аятоллы в Иране, мечтают, когда будут владеть миром, а в Америке у нас очень много общин таких мусульманских. Понятно. Спасибо большое за ваш звонок. Давайте все-таки об израильских предвыборных новостях. Ну, в Израиле осталось до... У нас буквально там, видимо, я смотрю, минут 7, да, где-то осталось. Да, примерно. В Израиле до выборов повторных осталось порядка 70 дней, но, в общем, пока как-то нет особого движения, движухи, как говорят сейчас, нет большой. Почему? Потому что, видимо, все-таки, с одной стороны, люди устали, ну, каждые 3 месяца делать выборы, это такой первый раз в Израиле, и публика как-то еще немножко не раскачалась, все не до конца, возможно, даже осознают, что эти выборы не будут уже в сентябре. Но потихонечку становится все веселее, все горячее, и вот сейчас перед выборной гонкой вступил Эхуд Барак, такой камбэк совершил. Эхуд Барак, который был премьер-министром Израиля, и он занимает, так сказать, прославился тем, что, сомнительная честь, самый краткосрочный премьер-министр Израиля. Он был настолько неуспешен, он был настолько разрушителен, что он был, что он буквально там год с небольшим, и на этом его премьер-министерство кончилось. Потом он развалил партию труда, в общем, довел ее до сегодняшнего состояния плачевного, и сейчас он возвращается в политику. Поскольку он возвращается в политику, то, в общем, не лишним было бы напомнить вообще, что из себя представляет этот самый персонаж, и попробовать оценить, что он вносит в израильскую политическую систему. Я попробую очень быстро, почти речевкой, если мы успеем. Во-первых, он тащит за собой еще Яира Голана. Яир Голан это ушедший в отставку заместитель начальника генштаба, то есть практически весь высший генералитет сейчас у нас в политике, и он весь слева, там в Кахоль-Лаван сидят три генерала, а теперь еще Яир Голан зашел вместе с Ихудом Бараком, который тоже в свою очередь был когда-то начальником генштаба и министром обороны. Яир Голан в свое время прославился тем, что он заявил на официальной церемонии памяти катастрофы европейского еврейства, что процессы происходящие в Израиле напоминают ему нацистское немецкое общество с 30-х годов, то есть он как бы сравнил еврейский народ, израильский народ с его попытками защитить себя от арабского террора, мол, евреи похожи на нацистов. Эта фраза по сути дела стоила ему карьеры, потому что после этого стало понятно, что он уже не станет начальником генштаба, есть граница даже для левых словоблодов, но теперь он вместе с Эхудом Бараком они создают новую партию. Что такое Эхуд Барак? Когда он еще начинал свою политическую карьеру, то он не всегда следил за своим языком и иногда брякал то, что у него было на уме, и это, кстати, приводило в шок многих людей. Так, например, он заявил во время Эхуд Барак, когда вот только начиналось, все, что если бы он родился арабом, он бы вступил в Хамас, мол, типа Хамас, намекая на то, что Хамас это освободительное движение, которое борется за свободу арабского народа. На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что Хамас это террористическое движение, которое принесло арабам только горе и несчастье, и поэтому, конечно, вот такое вот заявление лихое, оно тоже стоило Бараку многих голосов, потому что многие разумные люди тогда приподняли бровь и поняли, что Барак это не их чашечка чая. Но потом он был все-таки стал премьер-министром, он сумел победить Натаниалу в 1999 году, там была совершенно бешеная бешеная компания против Натаниалу, это была первая канденция Натаниалу. И тогда была опять же репатрианская партия, правда, это была тогда партия Щеранского, которая заявила, что Натаниал продался религиозным. И все левые вопили, что Натаниал продался религиозным партиям. И вот на этой волне ненависти к религиозным они тогда сумели вместе с Барак свернуть Натаниалу И на год с небольшим барак пришел к власти. За это время он успел вывезти израильские войска из Ливана и превратить тем самым Хизбаум из террористической структуры, по сути дела, в хозяйку Ливана. И как результат вот этого бегства позорного из Ливана, которое, в общем, нанесло сокрушительный удар репутации Израиля, началась вторая антифада. Самая кровавая, видимо, война израильская, потому что она нанесла самые тяжелые потери гражданскому населению Израиля за все время существования Израиля. Вот, причем началась она, в общем-то, после того, как были переговоры, переговоры на саммите Клинтона, где барак и Рафат беседовали, и барак фактически сдал тогда все вообще. Он обещал отдать практически все 90, даже, может быть, больше 90% людей из Самарии, и отдать старый город Иерусалим, храмовую гору, и стену плача. И арабы тогда, то ли они почувствовали острый запах победы, что вот еще немножко надавить, и израильскую государственность можно будет сокрушить совсем, то ли просто вот это был такой, как бы они попали в безвыходную ситуацию. Ведь, на самом деле, арабам никогда не нужен был мир, и уж точно Рафату не нужен был мир. Ему нужна была вечная война, и когда барак сдал все позиции, и Рафату уже нечего было требовать, и все, что он требовал, барак был готов отдать. Тогда Рафату пришлось начинать войну, и вот началась эта страшная война, которая, в общем-то, закончилась, что при Шароне, и стоила нам огромное количество тысяч жертв гражданского населения. Но это не все, что, в общем, сумел сделать барак, причем, опять же, когда вот он ушел из Ливана и сдал все позиции арабам, то в какой-то момент восстали не только арабы, не восстали, а начали вот эту борьбу, последний рывок против Израиля. Не только арабы, иудеи, Самареи, Гази, но и арабы-израильские. И были беспорядки в Галилее. То есть израильские арабы, граждане Израиля, тоже подняли своего рода восстание, которое все-таки тогда подавили, благодаря полицейским офицерам, которые, в общем, стреляли на поражение по арабским беснующимся массам, и предотвратили погромы еврейских кварталов того же Назарета, например. Но вот в тот момент, видимо, произошел какой-то перелом в сознании, и с тех пор, в общем-то, левые пошли под откос в Израиле. То есть они сохранили свои позиции во власти, но на выборах они уже больше никогда не приближались даже близко к реальной победе. И с тех пор они вынуждены как бы маскироваться под правых. Все левые партии сегодня говорят, да нет, мы не левые, мы же правые, кроме рад самых радикальных. Это началось именно тогда, потому что Барак, желая того или нет, он полностью дискредитировал левую идею. То есть все отдать, а они все равно хотят нас убивать. Ну, после этого даже не слишком сильно думающие израильтяне осознали, что, в общем, с левой парадигмой каши не славишь. Но и Худ Барак еще не только этим прославился, он также, как и Либерман, находится под сильным влиянием австрийского бизнесмена Мартина Шлаффа, который начинал как агент штази. И насколько, так сказать, он сохранил свои связи с ССБ, мы не знаем точно, но можно предположить, что эти связи остались. И в свое время был вопрос о том, что Шлафф передал Бараку 500 тысяч долларов на предвыборную работу. И тогда вся эта история с финансированием Барака, которое было очень грязно, ее замяли и СМИ, и суды, потому что они подыгрывали ему. Но, тем не менее, потом, удивительным образом, Барак, уходя в отставку уже, уходя с поста премьер-министра, он совершил нечто совершенно невообразимое. У Израиля было месторождение газа на юге страны, возле Аждоды. Это месторождение газа Барак в последнем, буквально, росширком пера, уходя, не согласовав это с правительством, с кабинетом правительственным, передал автономии. Автономия тут же передала на него концессию британской компании по разработке газа, которая принадлежит Мартину Шлаффу. То есть, вот такой был удивительный совершенно момент. Если бы, так сказать, вспомним снова, Натаньяла ловят за сигары, Барака не ловят даже на Марте на Шлаффу, теперь этот человек возвращается в израильскую политику. Я думаю, что мы о нем еще поговорим в следующие разы. Ну, а пока что вот только на затравку. Такие вот самые яркие кадры из его биографии. Спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз. Всего доброго.